Вот уже много лет акулы-пера в последние выходные мая по традиции встречаются в Струковском саду на фестивале прессы. Заглянуть за кулисы средств массовой информации, увидеть своими глазами, как проводится прямой эфир, и узнать, какие они ведущие телепередачи не на экране, а в жизни. В минувшую субботу смог каждый желающий. На площадках фестиваля гостей ждали конкурсы, мастер-классы, концертная программа и другие активности. Найти занятия по душе могли как дети, так и взрослые. Увидел объявление, на афише решил сходить посмотреть. Конечно, очень разношерстная программа, много детских танцевальных коллективов, музыки, барабанов и спецназ. Очень интересно, конечно, посмотреть, как живут творческие коллективы в Самаре. Ну, интересно, безусловно. Мы вместе. Под таким девизом в этом году прошел фестиваль прессы 2023. Нашей организации в этом году 105 лет. Именно поэтому появился этот девиз «Мы вместе». Мы вместе журналисты. Мы вместе журналисты. Вместе с нашими прекрасными земляками. Мы вместе с нашей страной. Фестивальную площадку посетили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Почетные гости осмотрели праздничные локации, в том числе и площадку телеканала «Самаргиз». Пообщались с журналистами, ответили на вопросы и сфотографировались с гостями фестиваля. Такой фестиваль важен, значимый для города. Он любим действительно. Он любим не только журналистами, не только представителям средств массовой информации, но и любим горожанами. Гости города, жители города могут в этот день прийти в парк, с вами познакомиться, с журналистами. Сейчас, как никогда, важна роль средств массовой информации, важна роль журналистов, их профессиональный подход к своему ремеслу, к своему делу. Площадку телеканала «Самаргиз» традиционно разместили у главного входа в Струговский сад. Еще до официального открытия фестиваля здесь начали собираться зрители. Их встречал оркестр Росгвардии под руководством начальника майора Олега Чемоданова. Творческий коллектив Управления Росгвардии по Самарской области – обладатель награды за высокое исполнительское мастерство и большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры. Я очень благодарен нашим журналистам за то, что всю информацию о деятельности нашего управления жители нашей области узнают. Одни из первых. Информация всегда качественная, доступная. И поэтому мы считаем, что это и наш праздник в том числе. На площадке телеканала «Самаргиз» выступили музыкальные коллективы из детских школ искусств и вокалисты. Особенно запомнилось зрителям выступления юных барабанщиков из коллектива «Али Драмс». Помимо концертной программы, на площадке были организованы мастер-классы. Гости фестиваля смогли смастерить своими руками открытки и сувениры, а также научиться плести маскировочные сети. На импровизированной сцене ведущие телеканала «Самаргиз» устраивали конкурсы и разыгрывали ценные призы от партнеров телеканала. Среди них торговый комплекс «Гудок», первый дрифкартинг «Самары Крэйзи Карт», городок «Зе Таун» в Авроры Молл, газированные напитки от Рамина, природная вода Дворцовая, крафтовый медовый квас от медоварни «Ширяевские сады», а также стоматологическая клиника «Денталь». А самых маленьких порадовали кукурузные палочки «Рузик». Но главным призом от телеканала «Самаргиз» стал телевизор. Екатерина Романова правильно и быстро ответила на все вопросы ведущих и стала победителем. На фестивале Екатерина приехала с сыном. Муж выполняет свой боевой долг в зоне специальной военной операции. Девушка призналась, победа стала для нее приятной неожиданностью. Семья как раз нуждается в новом телевизоре по причине поломки старого. Теперь будет где смотреть сыном мультики и новости любимого телеканала «Самаргиз». С радостью поделилась победительница. Неожиданно, что получилось выиграть такой замечательный приз. Не сказать, что сложно, но какие-то вопросы оказались новыми, интересными, что-то познавательное. Ну а что-то, конечно, из просторов интернета и из просторов телевидения уже было известно. Ощущения, конечно, эйфории, наверное, больше. Ощущения очень приятные, очень рады, что мы сюда даже приехали. Закрытие 28-го фестиваля прессы состоялось на сцене летнего театра Струковского сада. Работники средств массовой информации – настоящие патриоты своей страны, отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Мы сегодня здесь действительно на одной площадке и взрослые, и дети, и наши ветераны замечательные, и профессионалы, и те, кто стремится только стать профессионалами. Но все мы объединены, я уверен, одной целью – чтобы наша страна становилась сильнее, чтобы наша страна процветала, чтобы победа пришла как можно быстрее. Мы уверены, что каждый из нас может внести свою лепку в защиту интересов нашей Родины, защиту всего, что для нас дорого и свято. Фестиваль прессы завершился церемонией награждения участников и лауреатов. Телеканалу «Самара ГИС» вручили диплом победителя фестиваля «Пресса-2023». Коллектив был также отмечен благодарностью от городского округа Самара за высокий профессионализм в своей сфере. И это уверены зрители и подписчики телеканала не случайно, ведь на сегодняшний день телеканал «Самара ГИС» – один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве. Мы одними из первых выдаем информацию в наши социальные сети. Общее число наших подписчиков превышает 80 тысяч. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 860 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах – более 300 тысяч. Мы присутствуем на всех актуальных платформах – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. В наших соцсетях только самые свежие новости. Так что смело включайте прямой эфир и подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых свежих новостей. Ольга Павлова, Галина Топильна, Константин Головин, Петр Поломеев. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова